Здравствуйте, друзья! Действительно, Инфантино, тот человек, который поменял фактически, да, должность генсекретаря УЕФА на должность президента ФИФА, пошел на повышение во всех смыслах, и Педро Пинто вряд ли будет менять Маркетти. Маркетти мы сегодня тоже увидим, кстати говоря, директора по проведению соревнований УЕФА, он и будет принимать участие в этой жеребьевке. И, разумеется, все самое важное мы совсем скоро узнаем, и в конце концов поймем, какие пары нас ждут в одной четвертой финале Лиги Чемпионов. И я думаю, будет не лишним напомнить, собственно, те команды, которые сюда и пробились. Ну да, мы увидели уже как Атлетика Мадрид второй год подряд проходит одну восьмую со скрипом, обыгрывает по пенальте своего соперника, на этот раз им был ПСВ. Барселона, наверное, на сегодняшний день вообще главный фаворит Лиги Чемпионов, Бавария, прошедшая в очень драматичном стиле, Туринский Ювентус и всех остальных мы, конечно, вспоминаем. Бенфика, но на их месте должны были быть мы. Должны были быть, но в итоге именно португальцы пошли дальше. В протестане с Зенитом Бенфика оказалась чуть сильнее, хотя вот это матч и Зенит вполне мог добиваться победы с нужным счетом, но немного не повезло. В протестане Манчестер-Сити и Динамо Киев, при всем уважении к киевлянам, изначально было понятно, что именно клуб английский премьер-лиги фаворит, и в итоге так оно и получилось. Борис Инжермен наконец-то смог стать, наверное, тем клубом, каким его ожидали увидеть прежде всего в поличке французской команды в Лиге Чемпионов. Одним из фаворитов этого турнира, я думаю, что правы те люди, кто причисляют Борис Инжермен к темной лошадке. Ну, наверное, хотя какая уж она темная лошадка. Столько лет Париж на грани каких-то больших свершений. Ну, а это уже представление мадридского Реала. Здесь тоже, в общем, ничего комментировать, наверное, не нужно. Вольсбург. Одна из сенсаций, может быть, но все-таки его противостояние с Гентом в 1-8 финале, в финале предполагало, наверное, что кто-то из этой пары, попадя в четвертьфинал, безусловно, будет назван сенсацией. Ну, вот повезло в Вольсбургу. Я думаю, что многие хотели бы сыграть с Вольсбургом и Бенфикой, но посмотрим, что будет сегодня на жеребьевке. Педро Пинто приглашает сейчас на эту сцену директора соревнований UEFA Джорджио Маркетти. Ну, что за свадьбы без Баяна, что за жеребьевки без Джорджио Маркетти? Казалось иногда, что Джорджио Маркетти и Джанни Инфантин – это вообще один и тот же человек. Только у Маркетти есть волосы на голове, а у Инфантина с этим есть серьезные сложности. Так они в нашем сознании слились. Джорджио Маркетти объясняет процедуру жеребьевки. Она максимально проста. Восемь команд, никакого разделения по странам и коэффициентам, никакого разделения на корзины. Просто-напросто прямой. Жеребий, в общем, в некотором смысле даже слепой. Команды, которые вытаскивают первый, первый матч проводят дома. Вот, собственно, и все. Да, все предельно просто. Действительно, слепой жеребий нас ожидает. И в этом смысле, конечно же, были очень хороши слова главного тренера Барселоны, Луис Энрике, когда ему задали вопрос, с кем бы не хотелось, например, встречаться на стадии 1-4 финала. Он сказал очень просто. Я бы не хотел играть против Барселона. Следуйте на любой жеребий. И сегодня каталонцев устроят. Но мы в любом случае предполагаем, что сегодня возможны некоторые противостояния на уровне дерби, может быть, даже. Мадридское дерби вполне может случиться. Атлетико, Мадрид, 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 Классико. Но будет интересно в любом случае. Сегодня жеребьевку будет проводить Джан-Лука Замбро там, футболист, который поиграл много где, в ведущих итальянских клубах, конечно, в Барселоне играл, много чего добился. Ну и сегодня он будет помогать Джорджио Маркетти. И прямо сейчас он появляется на сцене. Ну и надо заметить, что Джан-Лука Замбро всегда был в порядке в полном и как футболист, а теперь еще и как официальное лицо, как человек, который будет определять судьбу клубов в 1-4 финале Лиги Чемпионов. Ну и первый вопрос, Джан-Лука Замбро, вы играли в Барселоне. Как вам кажется, может ли ваша команда впервые в истории выиграть Лигу Чемпионов два года подряд? Маркетти напоминает, на всякий случай, Джан-Бротти, может, вдруг Замбро, что не одна команда еще дважды подряд Лигу Чемпионов не выиграла. Ну, в первую очередь, Замбро говорит о том, что Барселона это как раз один из тех клубов, кто действительно может победить дважды в Лиге Чемпионов и, таким образом, определенный рекорд установить. Ну, и пожелал Джан-Лука Замбро банальных вещей, слепого, но, вместе с тем, справедливого жребия, чтобы Барселония в том числе повезла в этой жребевке. Хотя не знаю, для чего везение в жребевке Барселоне. И так понятно, что Барселона будет одним из фаворитов любого противостояния. И еще один вопрос от Джорджио Маркетти. Джан-Лука Замбро, вы провели очень много матчей в Лиге Чемпионов, включая финал 2003 года, играли против выдающихся игроков. Кто самый лучший футболист, против которого вам доводилось играть в Лиге Чемпионов? Сложно сказать, кто именно выделяется в этом списке. Я играл против многих семейных клубов, но, если говорить о номере один... Ну, на самом деле, очень дипломатично. Джан-Лука говорит о всех своих соперниках, но вместе с тем выделяет, короче, Зидан, как одного из величайших футболистов в истории. Ну и правда, против Месси особо не удалось поиграть в Замбро, все-таки разница в возрасте очень велика. Но мы, так и иначе, будем переходить уже к главной части жеребьев. Ну, в очередной раз маркетинг напоминает о том, как именно будет происходить жеребьевка с технической точки зрения. О том, что здесь нет сиеных или не сиеных команд. Восемь шариков в корзине. Корзина на сегодня одна. И шарики будут перемешаны, и затем вытаскиваться по одному, и таким образом будут формироваться пары четвертьфиналистов. После того, как пройдет раунд одной четвертой финала, будет еще одна жеребьевка полуфиналистов, и, соответственно, мы узнаем сетку уже вплоть до финала. Ну, а здесь, на этой стадии, пока каждая стадия, извините за грубое слово, жеребица самостоятельно. Итак, еще раз вот этот список. Три испанские команды, два представителя Германии, одна французская команда, одна английская и одна португальская. Ну, и, разумеется, в списке тех команд, которые остались в Лиге Чемпионов, выделяются, конечно же, Бавария, Барселона. Мадридский Реал тоже считается одним из фаворитов, правда, плуф, да, оставшихся матчей в первом и самым значимым европейском клубном турнире. Ну, и прямо сейчас мы, наконец, узнаем первую команду, которая отжеребится в Ньоне сегодня. Итак, первая команда – Вольсбург. Соответственно, первый матч Вольсбург проведет дома в Германии. Конечно, впервые Вольсбург на этой стадии Лиги Чемпионов, и сейчас мы узнаем его соперника. Если кто бы сейчас не выпал в качестве соперника Вольсбурга, понятно, что Вольсбург вряд ли будет фаворитом, даже если, например, выпадет Бенфика. То есть, по большому счету, у Вольсбурга должно быть все равно. Реал Мадрид становится соперником немецкой команды. Абсолютно естественная реакция представителей немецкого клуба. Можно понять их, и все предельно логично. Реал Мадрид – очень хороший соперник на стадии 1-4 финала. Всегда приятно, когда к тебе приезжает клуб в такой уровне. 5 и 6 апреля пройдут первые матчи, и ответные – 12 и 13 апреля. Итак, Бавария начинает свой четвертьфинальный заход дома. Команда, которая давным-давно уже рулит в Германии. В этом сезоне имеет серьезный отрыв. Мы видели, что не без труда прошли Ювентус, и попадают они на Бенфику. Или, скорее, Бенфика попадает на Баварию. Попадает под Баварию, да. И можно понять настрой представителей португальского клуба. Это в определенном смысле удар. Получить такого соперника в 1-4 финала и понимать, что шансы на выход в полуфинал, если есть, то они крайне-крайне низки. Конечно, это не будет легко. Итак, следующая команда. Дзамбротов достает шарик с Барселоной. Кому же посчастливится съездить на Камп Ноу в начале апреля? Пятикратный обладатель Кубка Чемпионов, напоминает Джорджио Маркетти, будет играть против Атлетико Мадрид. Вот так. Неплохо. Весьма. Уже играли эти команды между собой на стадии Лиги Чемпионов два года назад, по-моему, это был полуфинал. И тогда Атлетико провел выдающиеся игры, что дома, что в гостях. И проиграл тогда в финале Мадридскому Реалу в дополнительное время. Ну и еще одна, собственно, пара. Единственная у нас осталась Парис Сен-Жермен против Манчестер Сити, надо так полагать. Других вариантов, по большому счету, здесь и нет, конечно же. Соревнования арабских денег. Дерби у нас уже получается. Вот это четвертый финал Лиги Чемпионов. Итак, Манчестер Сити и Парис Сен-Жермен оспорят еще одну путевку в полуфинал. Ну что ж, жеребье у нас получилось очень интригующее. Все четыре пары, конечно, хороши. Давайте еще раз их напомним. Это Вольсбург, Реал, Бавария, Пинфика, Барселона Атлетика Мадрид и Парис Сен-Жермен Манчестер Сити. На фоне остальных, конечно же, выделяются пары Барселона Атлетика Мадрид и Парис Сен-Жермен Манчестер Сити. Самые интригующие противостояния на этой стадии. Но, в любом случае, прямо сейчас у нас вторая часть жеребовки Лиги Чемпионов. И будем понимать, кто на кого в итоге попадет в полуфинале. И, соответственно, всю сетку до конца турнира мы поймем. Ну и напоминает Пинту о том, что 5 и 6 апреля пройдут первые матчи, ответные 12 и 13. Ну и также напоминает о том, что известные уже полуфиналисты юношеской Лиги Чемпионов. Челси играет с Андерлехтом Реал против Париса Сен-Жермен. На этом, в общем, все. Совсем скоро будет жеребовка одной четвертой финала Лиги Европы. Ну и до этих пор мы с вами прощаемся. Нам нужно эти пары еще перевариться. Жеребовка четвертьфиналов Лиги Чемпионов UEFA была представлена Nissan и Unicredit официальными спонсорами Лиги Чемпионов UEFA. Субтитры создавал DimaTorzok